Доброе утро, дорогие друзья! Ну, сейчас, наверное, будет один из самых необычных эфиров, потому что, если угодно, зло двух миров, как опишет об этом завтра американская пресса. Так что, самый запрещенный журналист в Соединенных Штатах Америки, судя по всему, я вообще не знаю, против кого еще из журналистов выдвигалось такое количество финансовых обвинений и присудили к таким деньгам, которые, по-моему, даже в индустрии не существуют, чтобы выплатили всего лишь за то, что Алис Джонс имел наглость говорить то, что думает, и имел наглость говорить то, что считает правдой. Но теперь это самый страшный грех. Если ты говоришь правду, то тебе не только запрещают это делать на всех самых популярных платформах, но еще пытаются тебя засудить. Если это свобода слова, то что же тогда не свобода слова? Алекс Джонс, доброе утро. Для меня большая честь. Спасибо большое. Рад с вами сегодня быть в интервью. Да, мы все еще живы и не умирем от этой войны. Знаете, никогда не знаете, что происходит. Да, может быть, наш последний и первое обсуждение. Ну, всем все равно. Знаете, мы живем в основном в аду. И наша работа — это как раз таки попытка наступления этого ада для всех. Я живу в оккупированной глобалистической стране, где корпоративные олигархи, как Клауш Швабб, Билл Гейтс контролируют этот мир. Они арестовывают всех. Они нарушают все границы. Они просто оккупировали нашу страну. Поэтому мы знаем, что Джордж Сорос 9 лет назад начал эту войну. И Америка должна понимать, что это ваша родина. Это то, где Россия зарождалась, Украина. И они должны вступать в НАТО. Но Пентагон захватил эту страну. Страна захвачена. Это глобалисты. Это, на самом деле, с Запада атакуют Россию. Они гордятся об этом. Ну, он говорит об этом, гордится об этом, как лояльный американец. Я против вот этих вот людей, которые захватывают нашу страну, которые находятся под атакой в течение 8 лет. Я хочу, чтобы русский народ понимал. У вас есть олигархи. Вы также уже оккупировали несколько лет после падения Советского Союза. Но вы их выгнали. Мы сейчас сражаемся за то, чтобы сдвинуть этот контроль, внешний контроль нашей страны. Алекс, я прошу прощения. Вы знаете, я в Алабаме жил. Много времени прошло. Это практически 20 лет тому назад. И я любил Лимбо-шоу. Но, к сожалению, он умер. Но вы мне напоминаете лучшие годы Раш Лимбоу с вашим темпом, с вашей энергией, с вашим посылом и с вашей устремленностью говорить правду. Сегодня они просто боятся, что вы станете такой звездой. Поэтому они пытаются изменить все, что вокруг вас находится. Единственный человек, кто пытается сказать, «Это Трамп!» И они теперь просто пытаются уничтожить Трампа. Они просто его четвертуют. Что произошло с вашей страной? Как вы позволили захватить страну? Отличный вопрос. Да. Знаете, это вина. Я, к сожалению, вас не слышу. Слышно меня сейчас? К сожалению, я не слышу Алекса. Ребята, я не слышу Алекса. Я их редакторов не слышу. Меня слышно сейчас? Раз, раз, раз. Технари, могу сказать, что происходит? Нет, я-то вас в уху слышу. Значит, не в ухе проблемы, если вы мне сейчас сказали. Наладьте, пожалуйста, связь. Да, отлично. Да, есть звук. Меня слышно. Да, слышно меня? Да, все. Да, отлично. Скорее всего, ЦРУ пытается нарушить наше общение. Но нам удалось продолжить. Пожалуйста, продолжайте. Я не пытаюсь здесь какую-то драму рассказывать, но, знаете, за мной следят из дома на работу, обратно. Это не Россия, это серьезная ситуация. Знаете, мы сталкиваемся с этой ситуацией, но это очень серьезная ситуация. Если вы спросите меня, как я выживу в этой ситуации, они меня рассматривали впервые как угрозу в 2016 году. У меня было порядка 14 миллионов зрителей. 40 миллионов просмотров было передач, затем они просто взяли и выпилили нас из-за вот этого сумасшествия, даже несмотря на то, что они просто пытались меня уничтожить. Знаете, вот Райсел Брэнд, Джоу Роган, младший Кеннеди. Знаете, происходит действительно очень сложная ситуация. Они просто брут, всех выпиливают. Ну хорошо, я могу читать по губам. Сделать. Сори, босс. Прошу прощения. Знаете, иногда мне нужно доводить порядок. Знаете, у меня тоже в команде случается, я тоже злюсь на них просто. Да, пожалуйста. Разберитесь уже с кнопками у вас. Вы можете наладить связь или нет? Редакторы молчат или не молчат? Если проблема с пультом, я это должен знать до, а не во время того, как говорит Алекс. И не во время вашего долбанного молчания. Вот поэтому в какой-то момент времени просрали Россию и поэтому потеряли Соединенные Штаты, американцы. Потому что за своим местом люди не могут работать правильно. Что значит у вас проблемы с пультом? С пальцами у вас проблемы. Знаете, я буду честен с вами. Ситуация, это просто отчаянная в США. У меня миллионы людей, которые поддерживают меня. Но ситуация крайне сложная. Представьте себе. Это просто катастрофа. Знаете, только Бог позволяет мне продолжать то, что я делаю. И я сегодня выступаю перед российским народом. Мы знаем, что вы не экспансионисты. Мы не собираетесь нас атаковать. Поэтому не американцы, просто американцы не хотят войны с вами. И мы просто просим прощения за то, что наша страна захвачена. Огромное количество американцев действительно восхищаются Россией, восхищаются вами, восхищаются Путиным, поскольку вы смогли сражаться с этими глобалистами. Это то, где мы находимся. Знаете, да, это пока так. Но я надеюсь, что мы можем не допустить ядерной войны. Мы сможем объединиться и продвигать глобальную свободу. Свободный рынок, христианское общество. У вас отличные ресурсы для этого. У нас удивительные ресурсы для этого. Поэтому нужно работать вместе. Это лишь единственный умный подход. Именно так. Они меня объединяли в 8 лет, то, что я русский агент. Один сенатор в Пентагоне 8-7 лет назад сказал, что Алекс Джонс является русским агентом. Удивительно. Я просто об этом узнал. Поэтому я агент жизни. Агент свободы. Агент Бога. Агент Конституции. Я не позволю, чтобы эти глобалисты захватывали нашу страну. Они враг, который указывают на Россию и говорят, знаете, они это сделали. Знаете, это голос американского народа. Алекс Джонс. Голос американского народа. Мы находимся в просто диктатуре, которая контролируется ЦРУ. Они ненавидят американцев на самом деле, поэтому я лояльный американец. Но это не Америка. Мы находимся в системе. И мы с трудом справляемся с этой ситуацией. Знаете, должен четко вам донести следующее. Глобалисты ненавидят Россию. Я пытаюсь понять, почему это происходит. Действительно так. Они просто ненавидят русских. Но мы находимся в состоянии нападения. И контроль практически везде. То, что происходило в Советском Союзе, когда они говорили о контроле, я лишь читал об этом. Но то, что происходит сейчас здесь, это гораздо сильнее. И знаете, меня поддерживают люди. И благодаря Богу я как раз-таки как буквально вот этот вот небольшой оазис во время шторма. Но я не знаю, останусь ли я на этом месте завтра. Смогу ли я донесить эту мысль и дальше. Бог нам поможет. Вот на что я надеюсь. Знаете, кажется, что Россия становится буквально в свое время, как это было Ковчег Ноя. Знаете, не то, потому что Бог любит Россию. Поскольку это самое последнее безопасное убежище, где люди с костерматическими взглядами, которые верят в Бога, могут жить свободно. Я действительно вами горжусь. Я восхищаюсь вами. Мне вообще не важно. Я говорю правду. Да, моя страна захвачена. Я действительно беспокоюсь. Они нас преследуют за нашу свободу. Ситуация очень сложная. Не знаю, сколько мы сможем еще продерживаться. Поэтому я действительно беспокоен то, что это реальная ситуация. Люди должны понимать, что люди уже умирают в этой войне. Но это интенсификация. Это не просто как это играет. А не то, что происходит что-то там по телевизору. Это может прийти и к нам. Да, я сражаюсь против вот этих вот оккупантов моей страны. Даже несмотря на то, что у них есть ребята, которые, возможно, убьют меня завтра. Поэтому я говорю вам это сегодня. Возможно, это будет мое последнее сообщение, которое я смогу донести. Мы не ненавидим. Мы ненавидим американский народ. Все мы созданы Богом. Кто сражается против нас? Кто пытается разрушить нашу страну? Наши страны. А теперь они называют вас русским шпионом. Если они скажут что-то против них, они говорят то, что вы русский пропагандист. Не можете просто взять и поднять свой голос. Почему? Они хотят вести с вами какие-либо дебаты? Нет. Они хотят вас разрушить. Они так боятся вашего голоса, они боятся свободы. Поэтому они хотят разрушить вас, они винят вас во всем. Они хотят просто заставить вас молчать. Они хотят вас заткнуть. Если кто-то вы скажете, например, прошу прощения, знаете, прошу прощения. Если вы просто возьмете и замолчите, вам дадут любое шоу, на любом канале. Они дадут вам все. Они дадут вам основные сети. Я должен быть честным с вами. Я хочу направиться в Россию. Я хочу встречаться с русскими людьми, простыми русскими людьми. Я хочу понять, почему и враги навидят вас так сильно. Знаете, Алекс, моя студия, это твоя студия. Мой дом, это твой дом. Если вы хотите приехать в Россию с вашей всей семьей, пожалуйста, приезжайте ко мне. Можете оставаться у меня дома. Как американский патриот, я не хочу давать 200 миллиардов долларов Украине. Я хочу заключать сделки в области развития, например, добычи нефти, заключать соглашение с Россией. У России есть красивые женщины, в Америке есть красивые женщины. Нам необходимо работать вместе, нам необходимо обеспечить свободные рынки, нам необходимо обеспечить процветание. Знаете, меня обвиняют в том, что я являюсь русским шпионом. Я понял, что русские — это те же американцы, это люди, которые живут в городе, за городом. Мы похожи друг на друга. Поэтому ЦРУ, которая сегодня контролирует нас, смотрит за нами, это сообщение им всем. Если вы хотите заводить какие-либо отношения с российскими, глобалисты хотят съесть Россию, хотят съесть меня. Поэтому необходимо понимать, что они каннибалы, они просто хотят нас съесть. Абсолютно так. Поэтому я выступаю сегодня в вашем шоу. Да, после этого они меня будут нарешать во всем, что угодно. Знаете, так я, Карлсон, я с ним говорил несколько дней назад, то, что он готов на все, я готов на все, вы готовы на все для человечества, для отцов, для матерей. И мы должны сказать следующее, послушайте, глобалисты, мы считаем, что вы плефуете, знаете, возможно, они меня убьют на следующей неделе. Да, это сделает нас сильнее, поскольку я не буду плакать, когда это произойдет, но мы должны быть готовы на это, поскольку, ребята, самое время, когда вы, если вы не выступаете против них, с вами покончено. Знаете, да, отличная ночь. Алекс Джонс сражается за Бога во всем своем, со всем своем оружием, за то, что он верит. Алекс, для меня большая честь, и я очень рад, что вы сегодня выступили. Ну что же, сейчас у нас погода и время голова. Хотя после такого эфира хочется сказать, ну, насладитесь погодой, пока не наступил апокалипсис. Добрый мужик, да? Мощный. Мощный, Владимир Владимирович. Ну, на русского похоже, ну, прям, сто процентов. А ты знаешь, все люди доброй воли похожи друг на друга. Да, да. 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 Продолжение следует...